Привет! Сегодня я решил проверить сервер Арисмайн на обман. А именно, я буду покупать различные донаты, начиная от 19 рублей и заканчивая 15 тысяч рублей. Но перед просмотром поставь лайк и давай попробуем набрать 2 лайка. Хотя вам и так лень поставить лайк, так же думаю не наберёте. И подпишись на мой канал, ведь на миллион подписчиков вас ждёт сюрприз. Ну а я желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. И сегодня я не один, со мной не обману руда. Всем привет! Прямо сейчас я нахожусь на сайте Арисмайн, где находятся абсолютно все донаты. И мы с вами начнём с самого минимального доната под названием Гидра, который стоит 19 рублей. И как видите, мы уже купили донат Гидра. И давайте начнём. Мы с вами можем прописать команду Кит и взять набор Гидры. Правда это? Либо же нет. Смотрим. И да, мы можем взять набор Гидры. То есть всё максимально работает. Саша, что ты строишь? Я строю дом. Ну молодец, ты пока что строю, а я пока буду проверять, работают ли у тебя донаты, правильно? Либо же нет. Лови стрелу. Также существует команда Тайм. Давайте же посмотрим, работает она, либо же нет. Вы не можете использовать... А, я в бою нахожусь. Я уже думал, всё, обман, Саша. Обман, обман, да, в бою. Ладно, пробуем ещё раз. И текущее время день. Ну слушай, всё работает, Саша, пока что мне всё нравится. Дальше у нас идёт открыть ручной верстак. ВБ. Смотрим. И да, действительно, всё работает. ВБ. Ну да. Бывай уберись. Также нам доступны две точки дома. Давайте это с вами проверим. Ставим сетхомы, к примеру, F и сетхомы G. А потом вы сможете использовать эту команду через 8 секунд. Подождёшь? А, да, да, да. Жду, жду, Паш, давай. Ты уже паркур построил. Стрела пролезала. Ладно, ставим сетхом G. И нам нужно поставить... Подождём. Попробуем поставить третью точку дома, и вы не можете создать больше домов. Ну, всё работает превосходно. Давайте попробуем выставить на аукцион три различных предмета. К примеру, Ахсел 100, но нам нужно телепортироваться на варп маркет. Дом мы, Саш, твой покидаем. Так, Ахсел 100, 100, 100, и всё. Как раз три предмета. Слушай, Саш, ну, этот донат превосходно работает. Никакого обмана. Правда, я хотел прописать клейер, но у меня ничего не сработало. Поэтому я это раздам прямо на спауне. Спасибо, я подбираю, сейчас это продам скупчику. Вот, туда всё. Миллионером станем. Ну, а мы сейчас заходим снова на сайт. Вновь мы с вами оказываемся на сайте IrisMine. И нам нужно сейчас будет купить донат Cerber за 99 рублей. Вы только взгляните, сколько здесь возможностей. Игрок Крейрдж и не обман купили привилегию Cerber. Прямо-таки на сайте IrisMine. Если кто хочет купить донат, ссылочку я оставлю в описании. Так, теперь сразу же проверяем. Я прописываю кит Cerber, и посмотрите. Вот у меня зачарованная алмазная броня, йоу. Ну, слушай, мне тоже нужно убедиться в этом. Поэтому я беру набор Cerber и получаю. Ну, слушай. По-моему, мы с тобой стали братьями. И получаю, да, реально. Что же, кит у нас работает. И также мы можем прописывать команду Fit. Давайте-ка проверим, вы успешно покушали. Это хорошо. То есть я могу быть не голодным, если проголодаюсь. Также мы можем получить голову игрока. Нужно прописать команду School. School же она, по-моему, да? Короче, прописываем вот эту вот команду. И давайте напишем никнейм Fanzi ST. Вы успешно выдали себе голову игрока Fanzi ST. И то есть я ее даже могу поставить. То есть действительно все работает. Пока что, Саш, у тебя никакого обмана нету. Паш, Паш, заходи сюда, иди ко мне. Иду, иду, иду. Блин, как же так? Как же выйти из этой супер-гениальной ловушки? Ладно, ребят, простите, пожалуйста. Также мы можем игнорировать различного игрока. Вот мне, допустим, пишет не обман, привет, Fanzi. Вот какой-то таргетер. Давайте мы его сейчас будем игнорировать. Не обман. Я неправильно, ребят, написал. Здесь нужно писать ignore toggle. Ну, или toggle, короче. Вы меня поняли. Все, я тебя игнорирую. Теперь вы игнорируете игрока, не обман. Этот игрок игнорирует сообщение от вас мне написано. Ну, попробуем мне что-нибудь написать. Вот, этот игрок игнорирует сообщение от вас. Прямо вот написано. Ну, все, Саша, в ролике не зови. Гулять тоже. Я тебя игнорирую. Ладно, все, я сейчас тебя уберу. Теперь вы не игнорируете игрока. Также мы можем узнать информацию о состоянии сервера, прописав команду GC. И здесь у нас написано средний ТПС. Ну, это, короче, для хакеров тема. Не для меня. Я в этом не разбираюсь. Ну, в целом, пока что, Саша, у тебя все работает. Дальше у нас идет такая команда, как открыть ручной эндер-сундук. Почему ручной, Саша? Ну, в плане, он, знаешь, портабельный, портативный. То есть, ты можешь вот бежать-бежать, и хоп, открыл его, сложил туда резко. Ага, я понял. Ну, тем не менее, Саша, он тоже работает. Я могу положить сюда ресурсы, и они будут тут находиться. А еще самое крутое то, что я могу перемещаться по грифам, у меня ресурсы останутся. За это лайк. Ой, фанзи домер. Еще не хватает руды. Не, я тут вот, сейчас. Также мы можем поставить три точки дома, заприватить три региона, и выставлять на рынок пять предметов. Так еще и мы будем получать бонус к этому всему 10%. Ну, и также зарплата каждые 20 минут донатерская. На самом деле это классно. 20 минут играешь, получаешь деньги. Ай, не стреляй в меня. Я в твою тупую ловушку зайду. Игрок не обман, а также я. Купили привлегию Тритон. Еще раз, ребят, напомню, тоже донат я покупаю на сайте IrisMine. Ссылочку я на него оставлю в описании. Саш, мы с тобой купили только что донат за 299 рублей. Давай же посмотрим, что он может делать. Let's go. Ты в меня попал, Саш. Ты сам под нее подошел. Саш, мы с тобой можем теперь взять новенький набор Тритона. Давай посмотрим вообще, что здесь у нас. У нас тут защита, прочность и вообще, ну, прекраснейший набор. Я его забираю себе и только взгляни. Я стал... А, пока я сильнее тебя. У тебя старый кит. Нет, у меня новый, вот, набор Тритона. Зато смотри, что я могу делать. Прописывай команду Head и оп. Да, мы до этой команды, ребят, обязательно дойдем. Но мы идем с вами по порядку. Мы также можем поставить личное время. То есть, прописав команду OvenTime. И мы можем поставить либо Day, Night, либо просто Reset. Ну, давайте сейчас поставим Night, потому что как раз таки день находился. Находился день. Короче, вы меня поняли. Ну, и также мы можем поставить Day. То есть, а, только через 10 минут сможем. Но, тем не менее, это очень удобно. Ну, чтобы игроки не мешали, ты можешь просто сделать себе день, либо ночь. Короче, классно. Дальше, как Саша сказал, мы можем надеть на голову рандомный блок. То есть, к примеру, мы возьмем, скопаем блок и пропишем команду Head. У вас уже имеется предмет на голове. То есть, мне нужно снять шлем. И все, теперь у меня блок земли на голове. Это достаточно необычно. Можно так, знаешь, скрафтить себе стекло и на голову надеть. Реально. Слушай, Саша, а что у нас идет дальше? Можешь остановить запись? Смотри. Сначала можно сделать вообще вот так. Взять алмазную руду надеть. На голову тебе реальная руда. На реальная руда. А теперь смотри. Смотри. Мы идем вот туда. Вот тут у нас оказывается шар с лавой. Ну, это обычно для решения. Ммм. Слушай, необычно. И подожжешься. Вот давай, давай, попробуем. Проверим просто. Куда ты меня пустил? Я решил просто сразу поплавать. Брат. Брат, я тут останусь. Телепортируй меня срочно. Ладно, ладно. Все, все, все. Вот ты горишь. Я прописываю X-T. Оп. X-T. Вы успешно потушили себя. Достаточно удобная команда. Если ты вот, ну, случайно наткнешься. На лаву, да, что тут была лава. Которая пропала в мгновение каким-то образом. Ты сможешь себя спокойно потушить. Тут нет никакого обмана. Слушай, тебе пока что на самом-то деле везет. Дальше у нас идет необычная возможность этого доната. Мы можем прописать команду Курпос. И благодаря этой команде мы сможем вывести свою локацию в чат. Саша, можешь пока что подробно это объяснить, пока я прописываю? Смотри, прописываешь Курпос, показывает в чате, ну, ту и геопозицию. И потом приходят таргетеры и такие вот так вот. Это уже следующая команда под названием Китти Канон. Можешь прям прописать. Кошачья пушка. Давайте-ка посмотрим. Китти Канон. Вы успешно запустили котят. Бедные котята, ребят. Ставьте лайк, если вам жалко таких котят. Ну, опять же, это просто развлекательная такая возможность у этого доната. Ну, а дальше мы сможем просто посмотреть свой баланс, прописав команду Балл. То есть вот, легко и просто. Либо прописать Клир и все будет. Да, можно вот так вот взять и все. Ты остался без ресурсов. Также мы можем узнать информацию о предмете. То есть вот мне как раз-таки Саша скинул алмазную руду. То есть себя по факту. Мы прописываем команду ItemDB и мы с вами видим предмет Diamond Ore. Максимальный размер стака 64. Насаж, это твое. Спасибо. Также мы можем поставить 5 точек дома, 5 регионов заприватить, выставить на продажу 6 различных предметов и также выставить на рынке 8 предметов. Ну и донатная зарплата каждые 20 минут. Очень, кстати, удобно. Ну а дальше у нас идет такой донат, как Феникс, который стоит 499 рублей. И смотрите, прямо сейчас мы купили донат Феникс на сайте IrisMine. Давай же посмотрим, что мы можем. Короче, проблема того, что мы покупаем все донаты подряд. Все думают, что мы там руда или панзи, и посмотри, кто ко мне телепор... Никто к тебе не телепортируется. Я могу телепортировать, хочешь? Нет, нет, не надо, Саша. Давай, продолжай лучше рассказывать о возможностях этого доната. Ну ладно, ну, собственно, набор, вот, набор Феникса. Я уже его себе выдал, вот, может тебе ботинки взять, можешь сам прописать. Угу, набор Феникса, ну все работает. Следующий это чат донатеров. Пишем всем привет, и вон, я думаю, ты это видишь. Слэшдэм, давай напишем привет. И да, действительно, чат донатеров работает. А что же у нас дальше идет? Дальше у нас таргет от всех людей. Ну вот, смотри, к нам телепортировался игрок, и мне стало интересно, что же у него находится в инвентаре. Мы можем прописать команду INC. И вот, ребята, только взгляните, что у этого игрока находится. А что же дальше, Саш? Дальше мы можем как раз прописать неар, и посмотреть, кто рядом. То есть, кто рядом, ты рядом, он. И я советую уливать, потому что нас сейчас будут таргетить, причем люто. Посмотри, я это тебе сказал. Да, пришли, убили. Спасибо, ребят. Заходите на AresMine, таргетите нас. Нет, IP в описании. А что же, Саш, у нас идет дальше после команды неар? Дальше у нас идет режим спиона. Паш, чтобы это понять, нужно прямо вот самому его прописать. Social Spy. Режим шпиона включен. Что же это означает, Саш? Смотри, вот, вот. Я думаю, ты это сейчас увидишь. AresMineDome. Ага. Пишут достаточно. Бру, пышку пишет, что угодно. Видишь, мне пишут. А, вот это, я понял. Это мы можем читать личные сообщения других игроков. То есть, мы можем шпионить за ними, ребят. Ну, это, сами понимаете, шпионы, все дела, трали-вали-то поля. Также можем запустить что, Саша? Также мы можем запустить Берберг. Это за счет того, что пока что мы не нашли никакого обмана на AresMine. Что, кстати, очень хорошо. Также, что мы можем, Саша, сделать еще? Помимо... Поставить шторм. Ты можешь сейчас поставить солнечную погоду сразу же. Да, все работает, все работает. После чего узнать онлайн сервера, прям прописывая лист. Лист. Мы с вами можем вот так вот взять, посмотреть. И сейчас на сервере играет 45 игроков. Ребят, так что заходите на AresMine. Также мы можем забанить на время какого-то игрока, но давай мы это не будем экспериментировать. Я знаю, что оно работает. Лучше не надо, да. Да, а то мы потом сами отойдем за это. Также можем замутить игрока, и нам доступно... Хотя, подожди. О, работает, реально, слушай. Да, работает. Наконец-то я вернулся обратно на сервер. И я, ребят, хочу напомнить, что мне доступно 7 точек дома, 7 различных регионов. Также можем выставить 7 различных предметов в магазин, 10 на рынок и донатерская зарплата каждые 20 минут. Ставлю 10 из 10. Ничего тут такого нет, что может обмануть. И мы с Сашей заходим на сайт и покупаем следующий донат. И мы прямо сейчас купили следующий донат. Пандар, чтобы вы понимали. То есть Саша и я такие взяли и купили. Тебя забалили на 14 дней по причине... Что? Вот так вот, Саша, будешь знать, как болит тебя. Все наказуемо, ребята, учтите это. Ну что же, ребят, давайте проверим, работает ли у нас кит Пандара. Мы его с вами вот так вот берем. И да, действительно у нас все работает. И достаточно идеально, я бы даже так сказал. Также мы с вами можем играть в Косте с нулевого уровня на варп казино. Давайте-ка телепортируемся в варп казино. Но тут сейчас, к сожалению, вообще никого нету, ребят. Давай вместе, давай вместе. Давай вместе. Самое минимальное это вот 100 рублей, так сказать. 100 долларов. Так, я поставил. Ну, слушай, давай-ка я сейчас попробую, допустим, соточка. И еще. А, вы уже делали ставку. Ну ладно. В общем, это все работает. Победитель будет через 4, 3, 2, 1. И вы выиграли шансом 50%. Ну, слушай, Саша, я выиграл. Ладно. Мы с вами идем дальше. И мы с вами можем посмотреть чужой инвентарь с броней. То есть, мы с вами прописываем команду NFC. К примеру, не обман. И прописываем еще в конце армор. То есть, вот таким вот образом. И мы видим его броню. Что очень, кстати, удобно. Ну и также можем проверить настоящий никнейм. То есть, реал, нейм и, к примеру, не обман. У не обмана, ну, у него нету фейковых ников. Также установить день, ночь и различные погодные явления. То есть, вот так вот. Короче, мы можем написать бака. Вот, смотри, всем привет с вами. Я Руда вон в чате текст написал. Всем привет с вами. Я Руда. Да, я вижу. Все работает. Хорошо, давай дальше. После чего пропиши вот сам А2 и показывать. А2 вы отключились в показах автоматических сообщений. Это противопомогите сделать сервер лучше. Ибо такого, да. После чего можешь пробить игрока. Прописывай хуичи и мой ник. И вот будет написано, где, в каком месте ты находишься. Вскоре, гуру, не обман. Да, здоровье. Очень удобная команда. Ну, будем надеяться, что у нас таргетить не будет. Также можем забанить игрока. Просто уже увеличивается время наказания. Замутить игрока и тому подобное. И поставить варп. Это самое прикольное. Варп 1, 2, 3, 4. Я поставил и попробую написать его. Варп 1, 2, 3, 4. И да, действительно, все работает. Вот я телепортирую. Также нам доступно 10 точек дома. Создать 2 варпа. Заплевать 10 регионов. Выставить на продажу 9 различных предметов в магазине. И выставить на рынок 15 предметов. Ну и также зарплата. А мы покупаем следующий донат. Мы только что с Сашей купили донат Кронос на сайте ArisMine. И давай все же посмотрим, что мы можем. Так, я уже взял кит Кронос. Как ты видишь, тут есть татэмчики. Также мы можем в этот раз телепортироваться возле игроков. Давайте я вам сейчас, ребят, покажу. То, что все работает. И обратно телепортируюсь к не обману. И теперь мы, кстати, можем поставить рандомный фейковый ник. К примеру, FUNZYST. Теперь у нас установлен рандомный, ну как рандомный. Вот такой вот никнейм фейковый, так сказать. А ты видел то, что еще, если пропишешь Target Spy, то ты можешь следить за мной. Это очень прикольная штука. Вон сверху показывается прям где-то. Это удобно, когда ты грифтичуешься. Да, это очень удобно. А что у нас идет дальше, Саш? Как ты видишь, у тебя сейчас в руках сломано. Ну, немножко лопата. И прописывай фикс хэнт, и по сути это все пофиксируется. Фикс, и получается хэнт. Мне написало то, что вы не можете чинить зачарованные вещи. Но, тем не менее, я могу зачаровать, по всей видимости, обычные вещи. Не зачарованные, правильно? Да. Угу, хорошо. Ну, а дальше у нас идет запрет телепортироваться к себе. То есть ТП, оф. Вот так вот, все. Вы запретили телепортироваться к себе. Это, кстати, очень удобная вещь. Дальше мы, опять же, можем уже накормить игрока. То есть, Саш, я тебя сейчас покормлю. Не обман, на кушай. Вы накормили игрока, не обман. Вкусно? Да, Паша, было очень вкусно. Но, я не понимаю, откуда здесь появилось. Я поел, оно бы. По всей видимости, да. Также мы уже можем забанить на один день игрока. Замутить игрока на один день. И сколько сделать варвар, Саш? Ээээ, сколько? Пять или скупить надо? Сколько? Три варвар. А, и мы можем сделать три варвар. Да. Ну, и также остальные возможности этого доната. А мы погнали покупать следующий донат. Так, Саша, я так понимаю, ты тоже уже... Ага, все. Фобоса мы успешно приобрели. И давай все же посмотрим, что мы можем. Мы можем как раз-таки взять набор Фобоса. То есть, чтобы вы понимали, вот такой, но брать я его уже не буду. Я понимаю, что он полностью возьмется. Также мы можем выдать рандомному игроку донат, да, Саша? Да. Давай ты это сам сделаешь, рандомному игроку. Так, ну вот я открываю тап и вижу пацана, у которого есть в нике бан. Это клево, когда игроки используют титул, значит они много играют. Все, посмотри, в чате он выдал привилегию Тритон. Игрок не обман выдал привилегию Тритон игроку... Вот это, короче, никнейм команды игран. То есть, все прекрасно работает. Также мы с вами можем починить вещь уже с зачарованием. То есть, фикс хенд. И все, я успешно починил, Саша. Все работает. Красного. А еще можно даже прописать фикс ол. Оп. Ну, у меня уже нет предметов, чтобы что-то починить. Также мы можем отключить сообщения, которые лично тут такие входящие. Все, теперь мне никто писать не сможет. Дальше, ребят, мы можем прописать команду. Хил, отхилить себя, либо же снять все эффекты, что очень удобно. Милк. А вот радужная броня мне самому интересно. Рейнбов, выназили радужную броню. Ой, посмотри. Необычно. Я тебе реально не могу писать в личные сообщения. Этот пишет. Этот игрок отключил прием личных сообщений. Да, это очень, кстати, удобно. Ну, и кстати, знаете, что я теперь могу сделать? И я могу взять и поджечь не обман. А он может потушить сам себя. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ну, и также забанить игрока уже с более большим сроком. Ну, и также добавляется плюс варпы и дни к мутам и банам. Я тоже это выпью. И теперь прописывай команду Милк. Да, я уже рассказал об этой команде. А ты теперь прям покажи. Да, вот, все работает, ребят. Я уже просто понимаю, что на Aris Money, по всей видимости, нету никого обмана. Но мне интересно посмотреть на донат кое-какой, который стоит очень и очень много. Так что, ребят, смотрим дальше. Заходим на сайт, Саш, и покупаем следующий донат. Чтобы вы понимали, ребят, мы только что купили донат Aris. И давай все-таки посмотрим, что же мы можем делать. Во-первых, задержка на всякий спавн РТП будет намного меньше в 4 раза. Это кайф. Это вы почувствуете. Естественно, вы можете прописать китариса вот так вот выпадает в меня. Опа, ресурсы. Потом создавать викторину. Опа, вот расскажи об этом поподробнее. Смотри, пишешь квешен, после чего ставишь награду, к примеру. Там 55 тысяч, вот я ставлю. Задать вопрос. Да, я вижу. Ник Фанзи. И ввожу ответ. Вот, посмотри, ты можешь ответить на этот вопрос, писав свой ник. Но, наверное, кто-то впервые будет, я не знаю. Ну, вот я на... А, подожди, нужно вот так вот, да? Да, и уже кто-то ответил впервые. А, ну ладно. В общем, классная тема. А что у нас есть еще в этом донате, Саша? Так же, ты можешь прописывать вайву так вот полететь. Режим года, то есть, ты, да, даману не проводишь. Вайв, год, и да, действительно все работает. Еще можно клонировать. Смотри, смотри, смотри. У меня в руке сейчас один тотем. Видишь? Да, 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 вижу. Я прописываю клон, и оп, их двое становится. Офигеть, слушай, вот это необычно, необычно. Так же можно исцелить игрока, ударить молнией, починиться. И много чего другого интересного. Ну, так же, ребят, все, что имеется у другого доната, так сказать, переносится еще сюда. То есть, можно починить вот так вот предметы, к примеру, фиксол. Ну, я думаю, вы меня поняли. И, ребята, сейчас произойдет самое невероятное. Мы купили аристократа. Это самый дорогой. Да, все в чате уже просто пишут FFF. Они просто, ну, в шоке. Донат действительно дорогой. И давай, Саша, рассказывай, что в этом донате есть интересного. Во-первых, мы можем прописать инвиз, и нас никто не будет видела. Попробуй, просто V. Давай. V, Ваниш. Офигеть. А потом отправить тебя на спаун вот таким образом. Офигеть! Ты меня просто взял и телепортировал. Не, ну, вот это, конечно, необычно было. Я обратно тебе отправил запрос, телепортируй меня. Не, ну, то, что мы можем заходить в Ваниш, это очень удобно, какие нам не мешали. Так, что у нас есть еще такого интересного в этом донате, Саша? Донат прям максимально жесткий. Ну, на самом деле, уменьшается просто КД на команды максимально. Поэтому аристократа очень хорошая донат для того, чтобы быстро писать команды. Вот, потом очень лютый набор. Аристократа вот так берешь, смотри. Вот он просто у нас... Давайте посмотрим. Аристократ, офигеть. Ну, тут ресурсы, конечно, прям очень крутые. Тут еще и наборы аристократа. Короче, жесть. Что дальше, Саша, у нас имеется? Можешь банить на 7 дней, мутить на 7 дней. Ну, и также кикатить и создавать очень много реки. Регионов, приватов, всякого-то. Короче, это самый крутой донат на Аристмайне. Вот такой вот у нас получился ролик. Если хотите увидеть что-то подобное, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, на канал Руды. Записывали мы этот ролик на лучшем гриферском сервере. Аристмайн IP на экране. В описании заходите. Мы тут играем абсолютно каждый день. Ну, а с вами был Фанзи и Руда. Всем пока. Всем пока.